Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодняшнее видео у нас вновь будет посвящено брожению вина. Мы коснемся вопроса сроков брожения. И я покажу, что сейчас происходит с моим суслом. Ну что ж, пойдем? Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Как видите, все стоит накрыто. Я в предыдущих роликах просто не показывала. Специально снимала все на камеру. Показывала чистой бутыли. То есть все накрыто от солнечного света. То есть нежелательно, чтобы на вино попадали солнечные лучи. Ну вот, собственно, затворы. Затворы все стоят приблизительно на одном уровне. Хотя вино все в разное время. Было поставлено. Здесь дата 4.09. Это приблизительная дата, когда я уже сняла с мезги. Вообще этот виноград, то, что я вам и показывала первое, мы снимали 1 сентября. Ну, как видите, все еще бродит. Ну, дальше это уже идет где-то середина сентября в районе 15-го. Там сахар красный стоят, там сахар 22-го. Здесь изначальный сахар был 25-го. И я уже знаю по прошлому году, что при нормальных условиях, то есть температура в помещении где-то 20-22 градуса, оно бродить будет месяца полтора. Вот ровненько вот так вот будет стоять затворчик. Кстати, оно прекрасно переживает все перемещения в холод, в тепло. Хотя тоже, как заводить брожение, я показывала на его примере. Ну, в принципе, и по прошлому году я знаю, что любые условия, любые переезды оно терпит, восстанавливает брожение полтора месяца, ровненько, как часики, а потом резко затвор опускается. Ну, в принципе, о чем мы еще можем, на что полагаться, что брожение скоро будет подходить к концу. Смотрите, там пенки совсем чуть-чуть. Для сравнения, вот рядом банка, здесь пены больше. Вот оно 3-го, 10-го, я его поставила, то здесь пены больше. Вот 18-го, 09-го, видите, там тоже пены довольно много. Но красный у меня бродит где-то 4-5 недель. То есть считается нормальный срок, в зависимости от сорта винограда и, конечно же, от условий окружающей среды, это 3-6 недель. То есть на эти сроки стоит ориентироваться. Чем температура будет ниже, тем брожение будет медленнее. И, в принципе, существует мнение, что чем медленнее вино бродит, тем лучше. Но мы понимаем, что не все мы можем обеспечить какие-то такие условия. В подвалах, например, где температура и 15 градусов может быть. И если вино забродит при 15, оно уже и будет при 15 бродить, там или 16. Хотя есть, конечно, оптимальная температура, там 18-20. Но не всегда мы можем поддерживать. То есть средняя температура в районе 20-22. Вино при нормальном сахаре будет бродить где-то месяц-полтора. И ускорять ничего не надо. Да, пусть никого не смущает то, что там батарея. Батарея пока что не работает. Отопление не включено, поэтому просто обычная температура в помещении. Соответственно, когда мы тоже говорили и об остановке брожения. То есть если брожение останавливается недели через две. Я уже в том видео говорила, это такая критическая точка, как правило. То его надо заводить. Как заводить, я под этим видео оставлю ссылку. И еще такой момент. Очень хорошо ориентироваться на эти затворы. Видите, какая пулька, это красиво. Здесь все понятно. Вот у меня есть еще такой затвор. Тоже я его уже показывала. Крайне неудобный, просто дожить. Есть еще на такого вида банки немножко другой затвор. Он может быть чуть удобнее. Там получается вот эта вот часть, она низенькая. И там легче отследить пузырьки. Здесь отследить, что что-то вообще бродит. Вот я сейчас шланг тронула. Пузырьки увидела. Но когда брожение будет уменьшаться, интенсивность, то отследить это будет крайне-крайне сложно. На что еще можно ориентироваться? Это уже такая подсказка. Я уже вам показывала пузырьки. Смотрите. Здесь еще он осталось. По стенкам пенка. И вон там пузырьков еще кучки есть. Когда оно будет... Сейчас на красном покажу. Вот. Видите, здесь уже пузырьков меньше. То есть пузырьки уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И поверхность при остановке брожения, она будет гладкая. То есть на это тоже обращайте внимание. Если вы не видите, как здесь булькает, но там вот эти пузырьки есть, обращай внимание, это пузырьки. Это не пленка. Вот они воздушные. Значит, все хорошо. Значит, все хорошо бродит. Итак, кратко подводя итог, брожение длится в среднем 4-6 недель в зависимости от сроков и от температуры окружающей среды. Если оно останавливается раньше, еще раз повторюсь, критическая точка это где-то недели две, бывает полторы, значит что-то не так. Надо смотреть причину остановки брожения. А так, если у вас нормальная температура, нормальный сахар, то будьте готовы к тому, что оно будет бродить и месяца, полтора в том числе. Можете следить за процессом и понимать, что вот уже он близится к завершению. В это время я ничего не делаю. То есть я не снимаю с осадков, я все сделаю, когда брожение полностью остановится. Пока вино бродит, пусть себе бродит так, как ему положено. Мы в эти процессы не вмешиваемся. Ну, конечно, как все будет готово, как брожение остановится, следующие этапы я вам тоже покажу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, как обещала, оставлю ссылку на видео про остановку брожения. Ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда. Актуальная информация по наличию появится к ноябрю. И мои контакты. Ну и до новых встреч, пока!